Меня зовут Татьяна Супарева, я российская феминистка, и сегодня у нас спердные события. Государственная Дума принимает во втором чтении закон, который фактически приравнивает женщин к функции инкубатора, запрещающий child-free. Отклонили все поправки, в том числе из соображений здоровья, из материальных соображений, оставили, насколько я понимаю, только для монашек. Ну вот, не знаю, думаю, монашке что ли пойти. Как вы считаете, законопроект будет принят во втором чтении? Ну, судя по первому, я не питаю иллюзий и полагаю, что, скорее всего, он будет принят. Не знаю, во что превратилась Государственная Дума. Люди не думают, не принимают решения и делают по указке. Непонятно, зачем они называют себя властью, зачем они называют себя депутатами. Как им Володин сказал, так бы и приняли решение. Потому что даже те депутаты, которые выступали против этого закона, против child-free, и даже те депутаты, которые вносили, ну, пусть скромные, но конкретные поправки, они проголосовали именно в той редакции, в которой он был запущен. Это, конечно, ужасно. И у меня очень скорбные предположения относительно прав женщин. Хочу сказать, что этот закон полностью не конституционен, он противоречит нескольким статьям Конституции. Во-первых, никакая идеология не может быть господствующей и не может быть запрещена. Во-вторых, у человека есть право на мнение. Ну, когда я пыталась снять его жетон, он стал... Говорит, вы можете запомнить, но вы не можете его снимать. Хотя, ну, я его записала и передала подруге. Хотя уголовной ответственности тут вообще никакой нет. Что мы можем быть в ориентировке, на каком основании нахожусь в Москве. Я сказала, что я вообще-то москвичка. Я прописана в Москве. Сразу, ну, примотались к моему головному убору, как якобы он неустановленный. Ну, вот это вот. У меня был мешок надет. На шляпу. Ну, и что вы делаете в Москве? Вы здесь не прописаны, потребовали документы и сумки. А почему вы не простояли час, как было обещано? Ну, потому что подошли полицейские и начали... В каком тоне они разговаривали с вами? Ну, они с нами разговаривали, как будто мы какие-то преступницы. Хотя я задала вопрос, что мы ничего не нарушаем. А что они сказали вам в ответ? Ну, мы имеем право проверить ваши сумки, мы имеем право проверить документы, но мы не стали оказывать сопротивление, не стали вступать в конфликт. Заставили показать паспорта. Вот. Но вы ведь не нарушали закон, не стояли? Мы не нарушали закон, мы стояли, вот там женщина стоит с явным пикетом около Госдумы, вон, посмотрите. Но у вас не было пикетов? Да, у нас не было ни флагов, раздает газеты какие-то, вот флаг, но я отсюда не вижу, что там на нем нарисовано. Какие-то похожи на георгиевскую ленту. Но женщина явно стоит в политической акции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...